И в продолжение темы, сегодня в нашей студии родоначальник кадетского движения в Кунгуре, бывший директор 17-й школы Юлия Трясцына. Юлия Васильевна, здравствуйте! Здравствуйте! Юлия Васильевна, в начале нашей беседы мне бы хотелось вспомнить, почему и как зарождался в нашем городе первый кадетский класс. Если мне не изменяет память, если бы не кадетское движение, одной школы бы не было в Кунгуре. Да, совершенно верно. Когда меня поставили директором 17-й школы в 2005 году, в школе всего было 72 ученика. И стоял вопрос, что же придумать такое, чтобы дети из города пришли в поселковскую школу обучаться. И тогда и родилась эта идея создать кадетское движение. Конечно, было не все очень гладко, не сразу все у нас получалось, но очень хорошую поддержку и школу нам оказала 9-я школа из города Чернушка. Мы провели анкетирование в городе, и в городе заработало кадетское движение. Набрался первый класс в 17-й школе, и один класс набрался в 12-й школе. Мы были очень рады, что мы не одни, 17-я школа пошли по этому пути, что нас поддержала и 12-я школа, и мы в таком тесном сотрудничестве начали кадетское движение в городе Кунгуре. Ну и вот спустя 10 лет вы довольны результатом, и насколько ощутимы плоды кадетского движения и воспитания? Да, я могу сказать, что я горда тем, что у нас в городе есть кадетское движение. Действительно, наших кадет знают не только в городе Кунгуре, их знают и в Пермском крае, так как 17-я школа в том году стала лучшая кадетская школа Пермского края. Наших детей знают и за пределами Пермского края. Они покоряют ежегодно столицу нашей страны, город Москва. Они ездят в Сочи на соревнованиях, они ездят в город Санкт-Петербург, Севастополь и привозят оттуда очень хорошие результаты, и мы гордимся ими. Юлия Васильевна, в преддверии юбилея кадетского движения в нашем городе у вас как у родоначальника есть возможность обратиться к нашим кадетам. Дорогие уважаемые кадеты, мне хочется вам пожелать, чтобы вы с гордостью и честью носили форму и звание кадет. Вы живете в прекрасной стране России. У нее очень хорошая история. Будущее этой страны в ваших руках. Ставьте цели и задачи и идите к ним, достигайте их. Отличной вам учебы и прекрасного настроения. С праздником! Я присоединяюсь к поздравлениям. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok